Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С нее будет идти прирост Когда захватываем рудник Нам тоже пишет, что будет давать 2 в день Но остальные шахты Которые мы в принципе можем с вами завоевать Они будут приносить По единице в день Когда флаг серенький Это говорит о том, что это никому не принадлежит Когда он красненький Это говорит о том, что он принадлежит Тому игроку Чей цвет на флаге изображен Вот в данном случае В противостоянии красного и синего Красный цвет показывает, что именно красному Эти шахты принадлежат Как вы поняли В игре существует всего лишь 6 типов ресурсов Седьмым типом является Золото Первые 6 это дерево, ртуть, руда Сера, кристаллы и самоцветы Дерево и руда Это основные 2 типа ресурсов А вот остальные считаются драгоценными и более редкими Которые нужны для отстройки разных городов Если вы заглянете внутрь города И будете нажимать на разные города Вам снизу будет показываться Что здесь, например, нужно 2 дерева 2 ртути 2 самоцветов 1500 золота Здесь, например, 10 дерева 10 ртути 10 руды 10 тысяч золота Здесь просто 2500 золота Здесь 1000 золота И так на каждый вид Вы можете посмотреть Где и что вам будет необходимо Также можно через правую кнопочку Это все проверять Чтобы было гораздо быстрее Вот, например, на карте могут валяться Разного рода сундуки Сундуки бывают нескольких типов Которые приносят на выбор Золото или опыт Причем бывают маленькие и большие А также в редких случаях Из сундука может выпасть тот или иной артефакт Вот давайте с вами проверим Это большой сундук Который предлагает Либо 1000 опыта для вашего героя Чтобы вы могли Побыстрее докачаться Либо же 1500 золота При этом проверять Сколько опыта вашего героя Можно просто кликнув на иконку С вашим героем Если он уже активирован Если не активирован То нужно дважды И посмотреть вот В разделе опыт Правой кнопочкой Вам будет написано Вот текущий опыт 71 И герой у вас первого уровня До следующего опыта Надо добрать 1000 Вот как только 1000 опыта Вы наберете У вас уже станет все лучше И вот смотрите Из сундука выпадает Неподвижный глаз дракона Который добавляет Плюс 1 атаки Плюс 1 защиты Смотрим дальше Этот сундучок меньше Здесь дают всего лишь 1000 золота Или 500 опыта Здесь тоже большой Видите 1500 и 1000 Это опять маленький И таким вот образом Можно что-то выбирать Помимо этого Вам на пути Могут попадаться Костры В костре дают Случайные вот такие Вот ресурсы Например 600 золота И 6 труды Здесь тоже 600 золота И 6 труды Здесь 600 золота И 6 самоцветов 400 золота И 4 самоцвета И так далее 500 золота И 5 самоцветов 400 золота И 4 Кристалла То есть как вы поняли Золото в основном Выпадает От 400 до 600 Частенько Но при этом Выпадает От 4 до 6 Еще и Какого-то вида Ресурсов Что интересно Также будут валяться Просто обычные Типы кучки Так называемые Золото и ресурсов Вот например Руда у нас 6 было в этой кучке В этой 5 Здесь у нас дальше Идет сера 3 3 Вот 1000 золота 1000 золота Вы Зная От скольки До скольки Ресурсов Может выпадать Можете Для себя В какой-то момент Выбирать Что для вас Лучше подобрать Там Какую-нибудь Водяную мельницу Или кучку золота Да Вот здесь 500 золота Видите Золото Может быть 500 Может быть Ресурсов Вот 4 5 5 3 7 6 4 3 5 4 То есть Опять же От 3 до 6 Примерно Драгоценных Ресурсов И Даже до 7 Доходят Ресурсов В виде Дерева Руды И так далее Но это Если мы говорим О тех ресурсах Которые валяются На карте Помимо них Еще есть Объекты Которые Дают Периодически Вам Те или иные Ресурсы По поводу Объектов Которые Периодически Дают Ресурсы Мы можем С вами Рассмотреть Вот Такой Мистический Сад Он Дает Либо Золото Либо Самоцветы Но Один раз В неделю Наступает Следующая Неделя Внутри Него Случайным Образом Все Обновляется Вот Смотрите 500 Золото 5 Самоцветов 5 Самоцветов 5 Самоцветов Либо 5 Самоцветов Либо 500 Золото Дает Также Есть Обычная Мельница Которая Тоже Раз в Неделю Может Принести Какой-то Ресурс Случайный Вот Например 4 Ртути Здесь Дали 5 Ртути Но Не Обязательно Здесь Будет Ртуть А Водяная Мельница Она Дает Только Золото Причем Довольно Таки Небольшое Количество Вот Смотрите 500 Золото 500 Золото Всего Лишь По 500 Золото Приносят Но И Этого 500 Золото В Какой-то Момент Вам Может Очень Сильно Не Хватать Также Сами Объекты С Их Описаниями Вы Можете Посмотреть На Экране От Скольки До Скольки И Чего Они Могут Приносить В Нужный Момент Также Ребята На Карте Бывают Заброшенные Шахты За Которые Еще Нужно Суметь Повоевать Давайте Гильдию Магов Отстроим И Поедем Повоюем За Эти Шахты Заодно Немножечко С вами Подкачаем Главную Героиню Вот Сила Магии У нее Подросла Вот Вы Видите Перед Собой Два Типа Этих Шахт Везде До 250 Троглодитов Они Делятся На Большое Количество И Попробуем Их Сейчас Разобрать Потихонечку Они Еще И Моралятся Вдобавок Ко всему Периодически Спешить В этом Плане Не Будем Дадим Сначала Отходить Потом На Улете Будем Пытаться Их Как-то Добивать Сначала Будем Разбирать Нижних Ай-яй-яй Вырезают Всех Феечек Нам Самое Главное Посмотреть Что Там Будет Ай-яй-яй Какая Боль Так Ну в принципе Понятно Что мы Уже Выигрываем И смотрите После этого Нам Показало Что это Все-таки Шахта Серы И Таким образом Она будет Приносить Серу Если Здесь Мы Повоюем Например Это Может Оказаться Золотая Шахта Которая Будет Приносить Золото Но На Случайных Картах Вы Таких Шахт Конечно Не Увидите Они В основном На Фиксированных Заранее Созданных Игроками Картах А так В основном Вот Те Шахты Которые Вы Видите Вверху Именно Они Начинают Появляться К этому Моменту Мы С вами Рассмотрели Еще В принципе Не Все Объекты Которые Могут Вам Помочь В Достижении Хорошей Экономики И Где Можно Получать Ресурсы На Карте Еще Одним Таким Объектом Является Гильдия Наемных Рабочих Здесь Вы Можете Менять Ваших Существ На Ресурсы Нажимаете Нужное Существо И Сразу Вам Показывается Курс За Дерево И Руду 1 к 7 За Драгоценные Ресурсы 1 К 14 Ну А Каждого Юнита Можно Продать За 35 Ящеры Более Дорогие 1 К 3 Руда К Примеру Вот Можно Обменять Здесь Тоже Можно Обменять На Нужное Количество Ну И Опять же Это В основном На Картах Которые Создают Люди На Случайных Картах Я Что-то Не Припомню Чтобы Они Где-то Были Скорее Всего Генератор Их Все-таки Не Расставляет Ну Либо Же Просто Я Не Обращал Внимания Если Вы Играете Карту С Водой То Перемещаясь По воде Можно Собирать Разного Рода Обломки Океанские Бутыли И так Далее И добывать Ресурсы Таким образом Обломки Здесь Ничего Не Найдено Подбираем Бутыль Там Просто Было Сообщение Подбираем Еще раз Обломки Здесь Уже 5 Дерева Дали Также Вот Морской Сундук Давайте Подойдем Подберем Ничего Не находим Второй Сундук Дает 1500 Золота Также Посещаем С вами Буй Который Дает Нам Дополнительную Удачу Птицу Познание Дают В плавающем Человеке В бутыле Снова Нам Дают Сообщение И В потерпевшем Кораблекрушении В обоих Нам В принципе Дали Артефакты Низкоуровневые Дали За посещение Русалок Нам Дают Дополнительную Удачу И Сирены Запевают Жалобные Песни А ваша Маленькая Армия Пересиливает Непреодолимое Желание Броситься В море Поскольку У нас Всего Лишь Одна Единичка Мы С вами Особо Никого И Не Потеряли За Их Посещение Так Вообще Надо Быть Аккуратными 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 Аккуратными